Приветствую вас! Давайте сразу, чтобы вы понимали, да? Вот сразу, чтобы вы понимали, как обстоят дела. Значит, какой помощи вы хотите? Если вам нужен план, именно план, как вот, ну, как добиться, например, того, что вы хотите, то вам, я полагаю, ну, как минимум надо заниматься коучем, то есть это бизнес-бизнес-тренер, вот, который направит вас в внутреннее направление, да, состоять план и так далее, вот. А я, как психолог, вижу, что у вас нет финансовой грамотности, то есть вот, ну, именно, именно, вот, ну, с точки зрения, да, именно в контексте того, что у вас кредит и вот это всё. Понимаете? То есть, мне кажется, что, ну, вот именно с точки зрения, именно с точки зрения психологии, да, вот, а вам нужно корректировать, скорее, вот именно, именно, а, своя финансовая грамотность, то есть, чтобы она была у вас адекватной, чтобы это не было, знаете, вот чем-то таким, прям, что вот вы хотите то, и то, и то хотите, но никогда не получается у вас, вот. То есть, понятно, да, что здесь, ну, не всё будет так гладко, понятно, что вам, возможно, понадобится помощь, понятно, что вы, возможно, сами не справитесь, понятно, что нужно к этому себя приучивать, вот. То есть, как бы это один фронт работы, да, один фронт работы, одно направление. Дальше, дальше. Важно понимать, для чего вам то, что вы хотите. Я сейчас говорю исключительно про, ну, например, про квартиру, машину, то, что вы хотите, и так далее. Вот. То есть, для чего вам это? Почему вы в этом так нуждаетесь? Вот. Что для вас в этом? То есть, грубо говоря, ну и то, что у вас нет, допустим, квартиры, ну и то, что у вас нет машины, зато у вас есть, а, как бы, жена, семья, ребёнок, это, как бы, ну, по идее, да, любимая женщина, вот. И, насчёт ребёнка, не знаю, не знаю, да, но есть у вас, в любом случае, любимые люди, это гораздо важнее, вот. Зачем, зачем вам бывать за границей, тоже, если, как бы, ну, будут средства, будете за границей, да, не будет средств, не будете за границей. То есть, это вот такая история, да, такой момент, который, мне кажется, вы для себя не совсем верно интерпретируете. То есть, ваши желания, которые есть у вас, вот, сейчас, на данный момент, они, они связаны с чем? Вот, вот, именно желания, с чем связаны? Ваше. То есть, вам это всё нужно для чего? Это же не просто желания, да, это же не просто, ну, скажем, так, потребность, допустим, узнать что-то новое, интересное о мире, да? Это же не какая-то, наверное, социальная оболочка для, допустим, ваших потребностей. И вот, это очень важно понимать, на мой взгляд. Вот, это в следующий момент. Зачем я хочу всё это? Вот. Мои ли это всё желания? Я ли это реально хочу? Хочу. Вот. Понимаете? А, дальше. Значит, то, что касается кредита. Что это касается кредита. Здесь история следующая. Ага, значит, кредит это отсутствие личной границы и отсутствие жизненных правил для вас. То есть, вы живёте непосредством. Вот. И для вас это настолько важно, вот, вот, именно вам настолько важно, видимо, там, что-то для себя получить, да, вот, что-то для себя, ну, чего-то добиться, может быть, и так далее. Вам настолько это важно, что вы готовы от этого брать кредит. Вот. Вот. Это, возможно, да, это, возможно, именно ощущение такой, вот, знаете, ммм, какой-то, вот, не свободы, да, то есть, вам, может быть, ну, может быть, вы тикотеете к этому, вот, к этому чувству, да, к этому, вот, не свободному такому. Ммм. 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 Хотя я, конечно, я, конечно, не знаю, я, я, просто говорю о том, что, может быть, говорю о том, что, вот, это прямо истинно сейчас. Вот, ну и соответственно, следующий момент, это момент такой, что вы не на своём месте. То есть вы занимаетесь чем-то не своим. Я, к сожалению, не знаю, чем именно вы занимаетесь, да, я не знаю, почему вы занимаетесь. Не своим, вот. Но я знаю точно, что вы занимаетесь чем-то не своим, вы не на своём месте. А если вы были на своём месте, вы бы добились успеха. Это совершенно очевидно. А так, так получается, что вы занимаетесь чем-то, что явно не даёт вам расти. То есть вы остановились просто? Вот. Лично же. А может быть, они росли никогда. Лично же. Понимаете? Какая история. И так или иначе, так или иначе, это очень важный момент. То есть если у вас что-то не получается, если вы, ну допустим, допустим, чего-то не можете, то это вот исключительно об этом, о том, что вы не развиваетесь. Вы остановились просто. А развиваться нужно всегда. Понимаете? Вот. Какая история. Поэтому, это один из очень важных моментов для вас. неплохо было бы определиться и с целями. Как они есть. То есть вот. Ну, какие это цели. То есть вот вы говорите, что у вас проблема только в том, что вы смогли себе что-то купить. Значит, получается, что всю свою жизнь вы об этом мечтали, чтобы что-то себе позволить, но у вас это не выходило. У вас не выходило это себе позволить. Волей-неволей верникает вопрос. Волей-неволей верникает вопрос. А почему так случилось? Как так случилось? Что, чего-то вы для себя хотите, что-то вам для себя нужно, а вы не можете себе это позволить. Значит, либо вам это не нужно вообще, либо слишком сильна мотивация. То есть через это вы пытаетесь достичь чего-то другого. Чего именно, конечно, сказать, ну вот так, на скидку, наверное, нельзя. Потому что это было бы уже совсем уж, ну, возможно, это было бы совсем уж диким психоанализом, вот, поэтому не нужно этого делать. Ну, определиться с, значит, вашими целями. Вот. Как я уже сказал. Да? Вот. Вот. То есть определитесь с целями и вам сразу будет понятно все, что происходит. То есть цель какая у меня, а? Вот. У меня какая цель? Я чего хочу? Мне что нужно? Мне что нужно? Нужно. Вот. Вот это, собственно, и то, на что вам необходимо обратить внимание. То есть провести такую, знаете, грубо говоря, реинвентаризацию своих целей. Вот. А то они у вас, судя по всему, как-то вот, знаете, одна на другую накладываются, и вы, может быть, может быть, не отдаете себе отсчет в том, что же вы хотите. Вот. А это очень важно. Вот. Потому что, ну, опять же, на мой взгляд, на мой взгляд, все это погоня, вот, то, что вы описываете, все это погоня за каким-то, знаете, таким, ну, типа, социальным, социальные значения, социальным чатерством. Вот. То, что вы описываете. Ну, так получается, что, получается, что, что без этого вы не можете чувствовать себя хорошо? Хорошо. Получается. Какая история. Так вот, об этом тоже стоит подумать. Возможно, дело в уверенности в себе вашей, например, ну, как вариант. Как вариант. Если, если вы в себе не уверены, допустим, то проблематично будет для вас что-то делать дальше. Вот. Я, я имею в виду, если вы в себе не уверены, то вам будет тяжело. Вот. Если вы в себе не уверены, вы не будете действовать так, как вам хочется. Например. Если вы в себе не уверены, то вы, скорее всего, не будете следовать своим желаниям, которые у вас есть. А без этого, конечно же, невозможно добиться того, что вы хотите. Вот. Понимаете? То есть, вот, мне кажется, такие могут быть истории. Мне кажется, такие могут быть истории. Нет. Мне так не кажется, что у вас в детстве не было таких адекватных запретов, адекватных правил. Я не буду, конечно, говорить про ваших родителей, но папа у вас был таким, не самым, не самым сдержанным человеком. Возможно. Возможно и невозможно и нет. Может быть, я ошибался. Ошибался. Вот. Честно говоря, я бы, наверное, хотел бы ошибаться. Ну, именно здесь, вот, в этой ситуации. Так что обращайтесь. Посмотрим причины. От того, что с нами происходит, подберем коррекционную программу и поработаем. Поработаем с вами. Вот. Поработаем над вашей ситуацией. Именно над вашей ситуацией. Вот. Вот так, я думаю. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.